Добрый день, дорогие зрители! С вами наша программа «Книжный бум» и я, ее ведущая, Татьяна Соловьева. Вот и наступил май. Для России и для нас этот месяц, месяц памяти, месяц большого праздника, День Победы, только-только прогремели салюты. И этот выпуск я посвящу пяти книгам, где мы поговорим о героях, героях Великой Отечественной войны и героях нашего времени. А начну я с книги «Молодая гвардия». Этот роман появился в 43-м году, он был опубликован. Это реальная история, которую написал Фадеев. История подвига молодых ребят с матверженностью. История настоящая. Война затронула каждую семью в нашей стране. И хранить память – это наш долг. Мы специально подготовили издание. Мы, когда я говорю «мы», имею в виду издательство Repol Classic, это юбилейное издание, посвященное первой публикации этого романа. Внутри этой книги вы найдете потрясающие иллюстрации Юдина, которые украшают этот роман. Я напомню, что этот роман был экранизирован, и мы в основу как раз взяли фильм и постарались передать вот это настроение, эти эмоции, эти чувства героев. Все вы знаете, что роман позже был переписан Александром Фадеевым, отчего его судьба сложилась весьма трагически. Мы посчитали невозможным для себя издать иную версию, поэтому в этой книге, в этом юбилейном издании именно первая редакция. Я считаю, что эта книга станет замечательным подарком для каждого и украсит книжную полку. Следующая книга, которую я хочу порекомендовать вам в этом месяце, это издательство Бомбора Марио Эскобар «Колыбельная Аушвицца». Как все мы знаем с вами, война началась в 1939 году, вторая мировая, и затронула всех, весь мир. Особенно пострадали евреи и цыгане. Марио Эскобар написал историю, основанную на реальных событиях. Это история одной семьи. Немка, которая вышла замуж за цыгана. У них была замечательная семья, пятеро детей, но в их дверь постучалась война. И ее мужа забрали вместе с детьми. У нее была возможность жить дальше. У нее была возможность построить новую жизнь. Но она не могла, ибо она мать. И она вместе со своей семьей отправляется в концлагерь. Там она увидит своего мужа в последний раз. Там она устроится медсестрой, где врач немецкого лагеря проводит опыта над детьми, где она пытается спасти свою семью. Читать эту книгу обязательно. Причем не только взрослому, но и детям. Мне очень нравится цитата, которая приведена прямо на обложке. Мы перестаем существовать, когда не остается никого, кто нас любит. Вот эту мысль автор и проносит в этом романе. В конце этой истории, в конце этой книги есть два возможных финала. Один, который художественный, который поселяет нам надежду. И другой, реальный. Обязательно познакомьтесь с этим произведением. На этой книге я хочу заострить особое внимание. Только недавно во всех кинотеатрах страны прошел фильм Нюрнберг. Александр Григорьевич Звягинцев и его роман «На веки вечные» лег в основу сценария, по которому снят этот фильм. Александр Григорьевич Звягинцев всю свою жизнь занимается изучением нюрнбергского процесса. Его книга «Суд народов» получила огромное количество премий и признана не только в нашей стране, но и в других странах. Он всю жизнь по крупицам собирает эту информацию. И его главная цель, чтобы мы не забыли тот процесс, который шел. Помнить свою историю – это важно. Ибо это делает нас цельной личностью. Это делает нас гражданином по сути своей страны, нашей страны. Роман «На веки вечные» основан на реальных событиях – это хроника. Здесь мы погрузимся в сам процесс, мы узнаем настоящих героев. И, безусловно, там будет любовь. Потому что главное – это спасти мир и одну любовь. Читайте с удовольствием. Вы знаете мою любовь к издательству «Альпина». И совсем недавно я познакомилась с новым романом Александрой Шалашовой. Салюты на той стороне. Необычный роман. Необычный, жестокий и одновременно трогательный. Ты начинаешь его читать и не можешь его бросить. Не все сцены будут нравиться в этом романе. Но ты понимаешь, что это жизнь. Все начинается с того, что дети перед войной отправлены в санаторий для слабовидящих. И изолированы от общества. И на той стороне города, за городом, они видят лишь вспышки. И непонятно, закончилась ли война. Что это? Здесь одиннадцать рассказчиков, одиннадцать разных историй. Голод, желание выжить. И ты не понимаешь, это действительно произошло или так показалось героям. У каждого из них свой взгляд и свое восприятие происходящего. Открытый финал. Потому что по-другому закончить этот роман было нельзя. Прочитайте и составьте свое мнение. И я буду рада, если вы поделитесь своим мнением в комментариях в нашей группе. Закончить наш выпуск сегодняшний мне хочется романом Алексея Иванова «Бронепароходы». Алексей Иванов удивительный автор. Один из самых экранизируемых в нашей стране. Его роман «Сердце Пармы» покорил меня много лет назад. И я с радостью, с большой гордостью всем говорю, что издаю этого потрясающего писателя в издательстве «Реполклассик». Этот роман он писал несколько лет. Алексей Иванов отличается дотошностью, исторической дотошностью в своих романах. «Бронепароходы» — это история гражданской войны. Это история борьбы нефтяных компаний. Первые 200 страниц у вас соберется мозаика персонажей, причем каждый из них будет иметь существенную роль в романе. Здесь будут и матросы, и гордый капитан, и предатели, и нефтяные магнаты, и царевич. Все сплетается. Но главное, эта книга нам рассказывает о том, как важно оставаться человеком, несмотря ни на какие события внешние. Как важно быть честным по отношению к себе и к другим. Я, Татьяна Соловьева и издательство «Реполклассик» рекомендуют эти пять книг прочитать в этом месяце. Побольше вам настоящих историй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...